Вот такие сети у нас стоят на притоках Волги и, соответственно, во время нереста уничтожается не одна вот такая рыбка, которая живая, мы из нее сейчас отпустим, а уничтожающая еще десятки тысяч икринок, которые потом сделают Волгу более богатой и полноводной. В одной браконьерской сетке длиной более 50 метров может быть очень много рыбы. В той, которую достают из воды, общественники совместно с надзорными ведомствами оказалось более 30 лещей. Все они живыми были выпущены обратно в воду. За один рейд специалисты могут обнаружить до 12 таких незаконных сетей. В основном ищут их в популярных местах и там, где преступники были замечены правоохранителями или жителями. Те жители, которые проживают в данной локации, они видят активность, то есть это кто-то подходит на маленьких лодках, какая-то активность связанная с одним местом, то есть она имеет продолжительность, сеть ее выставляют. Возможно, если на ночное время это светит фонариком и, соответственно, потом где-то здесь неподалеку находится, в принципе, хозяин данной сетки. Ловить рыбу сетями в принципе запрещено, а в период нереста и подавно. Если установят владельца сетки, ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. А максимальное наказание по 256-й статье Уголовного кодекса России – лишение свободы до двух лет. По материалам наших сотрудников, переданных в органы дознания для возбуждения уголовных дел, мы очень активно работаем с сотрудниками полиции, как транспортными, так и на территориях. Акцию «Живая Волга» общественники вместе с надзорными органами проводят в дни нереста с 2017 года. Приурочена она ко дню Волги, который отмечается 20 мая уже более 10 лет по инициативе ЮНЕСКО. Длина реки составляет 3530 километров, а площадь бассейна занимает около 8% территории России. Экологии Волги уделяют особое внимание, ведь это уникальный географический объект, обладающий богатыми природными ресурсами. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.